Поэтому, пожалуйста, не разводите костры, открытый огонь и вот ознакомьтесь. Житель поселка Ладога Михаил Шишов к пожарной безопасности на своем участке относится более чем серьезно. В 90-е годы был свидетелем масштабных лесных пожаров, которые разгорались буквально в нескольких метрах по другую сторону дороги. Говорит, теперь на разведение огня здесь наложен негласный запрет и они даже не жгут траву. У нас мусор-то есть, все вывозится. Костров у нас нет, потому что это чревато. Мы это знаем. Всего в населенном пункте Ладога, который расположен прямо у леса, проживает чуть менее 60 человек. Почти все работают на производствах неподалеку. Кто-то постоянно находится здесь, например, Татьяна Александровна. Проживает она одна и знает, что беду легче предотвратить. В лес не ходит и соседям не рекомендует. Все-таки при входе в лес можно было бы поставить какие-то щитки с объявлением, напоминанием. Потому что не только те жители, у нас здесь не так много в лес могут ходить, но еще и приезжают, все надеются на грибы. А откуда грибы, если воды нет? А вот Алексея патрульная группа застала на участке случайно. Говорит, все время на работе. Сегодня он охранник, а большую часть жизни проработал лесником. Несколько раз приходилось самому тушить разгорающиеся природные пожары. Были случаи такие. Ну а как, берешь ветку и начинаешь тушить. Срываешь ветку, воды, если рядом нету, и начинаешь тушить. В поселке есть и своя добровольно-пожарная команда. Оборудована всем необходимым. Мотопомпа, всасывающий рукав, несколько огнетушителей. Есть и водоисточник с площадкой, удобной для подъезда пожарной техники. С людьми ведется постоянная профилактическая работа. На выходные у нас всегда усиление, когда много народу, поэтому у нас дополнительно сотрудники имеются. И мы контролируем их обязательно, делаем обход постоянно. Раз в год мы всегда обслуживаем помпу, проверяем. Специалистами Октябрьской администрации в отдаленные населенные пункты сейчас приходится выезжать каждый день. Всего на территории района таких поселков, которые соседствуют с лесом, более десятка. С собой у патрульной группы и профессиональные первичные средства тушения лесного пожара. Например, ранцевый огнетушитель объемом 15 литров. Удобный в переноске, то есть заливка воды осуществляется не только чистой водой. Там есть сетка, специальные фильтры, которые можно залить воду из лужи, из любой, грубо говоря. Регулярные обходы весь сентябрь будут совершать и сотрудники пожарного надзора. Они напоминают не только о правилах поведения в лесу, но и о том, чем может быть чревато их нарушение в ходе особого противопожарного периода. В этот период организован комплекс мероприятий по ограничению посещения лесов, также въезд в них транспортных средств и установлен запрет на разведение открытого огня, за что предусмотрена административная ответственность. Установлены штрафы для физлиц от 2 до 4 тысяч рублей. Напомню, что особый противопожарный режим введен в регионе с 1 сентября по 1 октября. По причине сухой погоды, а также во избежание разгорания масштабных природных пожаров. Ведь в Петушинском районе до сих пор ведутся работы по ликвидации горения. В эти дни группировка осуществляет проливку труднодоступных мест.